Школы и детские сады Новодвинска организовали акцию помощи Катунинскому приюту. С каждым годом бездомных собак там становится все больше. Изначально было 50, а теперь 250. Вместе с тем растет и число неравнодушных людей, которые всегда готовы оказать помощь. Для собак собирают еду, не лишними оказываются старые куртки, одеялы и подушки. Такую гуманитарную помощь новодвинские благотворители отправляют в приют два раза в год. Я считаю, что надо помогать собакам, потому что они тоже живые, они тоже все чувствуют. Им тоже нужна помощь, все-таки им там тяжело. В Коныши и Вильске при поддержке регионального правительства прошла акция «Большой круг». Она направлена на укрепление межнациональных отношений. Участники дали большой концерт, на котором выступили представители всех национальностей, которые проживают на этих территориях. Кстати, Конышский район первый и пока единственный в области реализует муниципальную программу укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. И там активно работает Совет по межнациональным отношениям. Там многонациональный район, да. И в Коныше, и в Путье, и в Тавринге, кроме Ивановых, Петровых, Сидоровых, там русских, украинцев, белорусов, живут и татары, живут и грузины, живут и армяне, и много-много национальностей. У нас вопросов никогда даже и не возникает, с кем мы общаемся. С украинцем, ли с белорусом, ли с татарином, ли с русским. То есть вот эта тема, она просто-напросто не возникает. Все живут дружно, все живут вместе и, живя постоянно на территории Конорского района, я даже не припомню, что какие-то сложности во взаимоотношениях между нациями возникали на территории района. Социальные дома в Северодвинске строятся с опережением графика. Прорисовались контуры первого объекта, которые должны быть возведены в рамках четвертого этапа программы переселения из аварийного жилья. Сегодня на площадке трудится 40 человек. Кирпичная кладка завершена, через 10 дней закончат кровлю. Водопровод и канализации готовы на 70%. В начале апреля сдадут теплоузел и внутридомовые системы отопления. Всего в городе по программе переселения возводится 5 домов. В целом идем в графике по каким-то позициям, идем с опережением, где-то на две недели, где-то на месяц. Двое детей погибли при пожаре в Лешоконском районе. Трагедия произошла в деревне Березник. По предварительной информации, мать ушла на работу, оставив дома 4-летнего сына и 3-летнюю дочь. Через полчаса отчим детей пришел домой, но не смог попасть в дом из-за сильного задымления. Пробравшись через окно, мужчина обнаружил ребят, но те уже не подавали признаков жизни. Оба ребенка погибли от отравления дымом. Сейчас рассматриваются две версии пожара – несоблюдение пожарной безопасности при эксплуатации печи и детская шалость. В Котласском районе открылась грузопассажирская паромная переправа через Вычигду. Навигация в этом году стартовала на две недели раньше. После размытия переправы связь между Котласом и правым берегом Вычигды осуществлял пассажирский катер «Водник». Накануне стала возможна доставка на правый берег автомобильного транспорта. Паром выполняет 4 рейса в день. Билеты для пассажира стоят 30 рублей, для легковой машины – 250. В Котласе прошел 26-й открытый чемпионат по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяги. Несмотря на городской статус состязания, участие в нем также приняли спортсмены из Лузы, Вельска, Великого Устюга, Коряжмы. Самому молодому тяжелоатлету было 13 лет, старшему – 56. В этом году организаторы добавили новые номинации. Одна из них – дуэль спортсменов в многоповторном жиме фиксированных весов. Победителем среди мужчин и женщин в весе штанги 125 килограммов стали Котлашани. В весе 150 кило выиграл Устюжанин. Впервые в турнир были внесены и элементы силового шоу. Интересный вид спорта, борьба с самим собой, хочется большие рекорды поставить, стать мастером спорта, как говорится.